Более 10 лет на Брещене не проводились крупные республиканские соревнования по вольной борьбе. В этом году было принято решение о возврате старой традиции. Желание зайти на пьедестал почета присутствовало у каждого спортсмена, прибывшего в этот день назначимая как для нашего города, так и для страны мероприятия. Лучшие борцы страны, как по-украински, так и по вольной борьбе зачастили на Брещену. Зачастили, почему? Потому что именно так и мы хотим, так хочет и писатель. Именно мы хотим так, мы имеем в виду наш, как говорится, трудовой коллектив Брещены и глава федерации борьбы Юрий Александрович Чиж, чтобы престиж и внимание как со стороны молодежи, детей, руководства страны поднять внимание, дает нам крупные такие турниры на Брещене. За день до спортивного состязания главный тренер национальной команды Республики Беларусь олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов провел мастер-класс для всех участников вольной борьбы. Опытный спортсмен поделился с юными борцами техникой ведения поединка, а также призвал к активной подготовке к предстоящим соревнованиям. У нас это как этап подготовки чемпионата мира, отбор, и мы уезжаем, в девятое число уезжаем на сбор Кабардино-Балкарию в Россию, где будем тренироваться с сборной командой России совместно и готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Ташкенте в сентябре месяце. У нас еще один турнир в Польше, это в конце этого месяца, и все, практически команда будет отобрана до участия в чемпионате мира в Ташкенте. Около сотни спортсменов снова собрались в стенах гостеприимного дворца спорта, чтобы определить наисильнейшего на просторах страны. Лучшим результатом для брестских борцов в этом году стало пятое место. Самые богатые медальные урожаи собрали спортсмены из Гродненской области. Занимаюсь греко-римской борьбой, сейчас выступаю по чемпионате Республики Беларусь по вольной борьбе. Мы очень рады, что чемпионат Республики проводят именно у нас в Бресте, потому что у нас здесь надо поднимать вид спорта, как и вольную, так и греко-римскую борьбу. Сегодня замечательный день, очень трудный, но я выложился как бы и сделал все возможное, чтобы не тревелся. Завершающим аккордом соревнования стало награждение победителей и призеров в личном и командном первенстве. Наши спортсмены проявили невероятную силу, смелость и выносливость, за что и были высоко отмечены судьями международной категории. Софья Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.